Зоя Николаевна, я должен сказать, что очень рад, что вы наконец-то нашли время и заглянули к нам в студию. Вопрос, который меня интересует все время нашего знакомства с вами. Как давно вы занимаетесь звукорежиссурой? Ой, это мне страшно говорить сколько. Много, очень много. Столько они живут. Приблизительно хотя бы. И как вы попали в эту профессию? Ну, во-первых, у меня музыкальное образование. Я закончила музыкальное училище. И после этого пришла я на радио. Скорее всего, не только на радио. Я пришла на телевидение работать, пришла на телевидение звукооператором. Какой год? Это был 1966 год. Вот так давно. Вот. Потом, значит, потому как у меня было музыкальное образование, вот, тогда на радио работала звукорежиссером Фируза Макеева. И ей вздумалось идти на работу в музыкальную редакцию телевидения. Ну, а поскольку она перешла туда, то руководство нашло нужным меня отправить на ее место. Из телевидения я перешла на радио. А вы попали по рекомендации или сами постучались? Нет, нет. Я даже не знала об этом. Но, зная, что у меня музыкальное образование, видно, нашли нужным, вот, меня обязать, что называется. Ну, я вначале работала долгое время звукооператором, не звукорежиссером. Звукооператором. Звукооператором это не менее интересная работа. То есть, это работа с редакторами, которые пишут, которые ездят по республике, записывают спикеров, потом из этого делают передачи и монтируют. Вот. И всем этим занималась я. То есть, не только я, звукооператоры. Монтажом передач к эфиру. Вот. И я всегда говорила так. Я в этой республике во многих местах побывала. И не только в этой республике. Бывало, что по всей России я ездила, так сказать. То есть, присылали нам. Тогда у нас была редакция обменных передач. И к нам из Урала, из Хабаровска присылали свои сюжеты, чтобы они прозвучали на Кавказе. В данном случае в Осетии. То есть, вот микрофон, он объездил всю Россию. И все то, что записывал микрофон, оно попадало ко мне. И не только ко мне, к другим звукооператорам тоже. Почему так говорю? То есть, я не имея ни транспорта, не ездила в поезде, в самолете, но побывала почти во всех уголках Советского на то время Союза. И интересная была работа с редакторами. Тогда на радио именитые редакторы, журналисты работали. Тогда в мое время, вот когда я только начала там работать, там Ахшар Кудзаев, известный поэт, писатель, Шамиль Джекаев, Борис Габаевич Цугаев, Замбулат Бекузаров, Мария Кургосова, Гигоца Гараев, Ахшар Чаджемов. То есть, вот я могу перечислять, вот Ахурбек Магометов. Вот они работали журналистами на радио. Вот, были тогда редакции сельскохозяйственных программ, музыкальных программ, общественно-политических программ. То есть, редакции отвечали только за определенную тему. Все было очень строго, строго по напечатанному тексту. Да, абсолютно. Тогда было лито. Попробуйте незалитованную программу, передачу в тексте выдать в эфир. Это строго наказывалось. Зоя Николаевна, скажите, пожалуйста, у вас музыкальное образование, вы о чем-то мечтали, и вот то, по какой жизненной дороге вы пошли, это как-то совпало или пересеклось с вашими планами? Вы знаете, я могу вот что сказать. Я и не думала, что я после окончания музыкального училища попаду именно... Это был случай просто. Был случай, воля случая. Я попала на телевидение. Вот. И вот сегодня уже прошло столько лет. Я ни одного дня никогда не пожалела об этом. Я не знаю, куда бы я дальше пошла после училища. Я не знаю. У меня не было никаких планов. Но то, как сложилась моя жизнь, я довольна. Я всегда говорю так, что я счастливый человек в своей профессии. 57 лет. Я же говорю, столько они живут многие. И просто было время, и то, как я состоялась в профессии, насколько, насколько, это зависело, впрямую зависело от того, с кем я работала. Вот благодаря им, я считаю так, я для себя считаю так, что я состоялась только благодаря тем, с кем я работала, кто мне помогал. А их было немало, кто мне помогал в моей работе. Прежде всего был такой инженер на радио, Владимир Такаев. Он, ну, высочайший культурой человек был и грамотный в технике. Азы, вот, он мне преподал, в моей профессии. Потом дальше, когда я уже стала работать и в кино, потому что, когда я стала писать музыку, когда я стала писать актеров, то немало работ у меня и в кино в нашем то время. Какие именно фильмы вы помогали озвучивать? Ну, во-первых, документальные фильмы, но я не могу сейчас назвать их, потому что просто я не помню, их было столько. Наша тогда, в то время, Северо-Астинская студия телевизионных фильмов. Она снимала очень много фильмов, художественных, документальных. И почти в каждом фильме присутствует моя работа. То есть, вот, если это художественный фильм, то обязательно там какие-нибудь музыкальные номера. Скажем, вот, совсем недавно в эфире был фильм «Во всем виновата Залина». Так вот, там вся музыкальная часть записана мною. Какие еще вот знаменитые фильмы? Потом, вот, сюрприз, то же самое, вот, застолье, если вы помните, как они там... То, что я в реликсе использовал, да. Да, вот, это все моя работа. Потом «Встреча проездом» был дипломный спектакль, дипломный фильм «Биба Уватаева». И мы вместе делали этот фильм «Встреча проездом», сценарий Булата Федарова. То есть, вот, я же говорю, почти во всех фильмах присутствует... Люди и артисты, имена того времени и сегодняшнего дня. Вы знаете, вот, совсем, вот, чуть выше я сказала, что состоялось благодаря тем, с кем я работала. То есть, в мое время, вот, я в золотое время работала, можно сказать, вот, как «Серебряный век», вот, принято говорить. Вот, у нас то же самое было. И именно творчество было на высоте. Творчество, что в музыке, что в театральном искусстве были, мастера работали. Большие композиторы работали в то время. Я могу перечислить, это Габараев, Христофор Плиев, Дудар Хаханов, Царион Терезван, Феликс Алборов, Алибек Бериева. И вот, я могу продолжать эти называть фамилии, с кем мне пришлось работать. И от кого я набралась, вот, опыта и ума, прямо скажем. Да, все они были очень разные, но все были высокообразованные люди. Другое дело, актеры. Со всеми актерами, о которых сегодня говорят, это великие мастера. Это Майрбек Икаев, Владимир Тхапсаев, Владимир Балаев, Ружмак Хурумов. Вы с ними работали, имеется в виду, вы их записывали? Записывала. А что такое запись? Человек приходит, общается до того, пока его ставишь у микрофона или садишь у микрофона. Общение идет. И причем, вы знаете сами, вот, вы записываете, когда люди, вот, исполнители, музыкантов. Вы перед этим, общение же у вас бывает. Вот у меня есть, например, диск Владимира Балаева. И в следующий раз, когда я его вставлю послушать, или уже файлы на компьютере запущу, чтобы я знал, чья это работа? Ну, я не могу сказать, что Владимира Балаева, с тех пор, как он только первый звук издал у микрофона, писала я. До меня записывала, как я уже сказала, да, Фируза Макеева и Владимир Токаев. Вот они записывали до Анну. Ну, а после, когда я пришла, уже достаточно большой, большой объем работы был проведен с каждым из солистов, с каждым из актеров. Ну, по поводу объема работы, это было видно, ну, мне стало понятно, и то, наверное, даже приблизительно, когда встал вопрос о Национальном архиве радио, который с 49-го года, вот, вот эти вот катушки надо было оцифровывать. На вторую часть заданного вопроса вами хочу ответить. Техническое оснащение того времени. Вы знаете, всегда, и я снова повторюсь, я когда меня спрашивают, и когда вот, в частности, вы восторгаетесь записью Кима Суанова и Казбека Суанова, как это писалось вообще, и я, и когда меня спрашивают об этом, я говорю так. По сравнению с тем, что сегодня имеется в области звукозаписи, я писала на деревянной аппаратуре, на сколоченной из дерева, и с руками просто вот кустарно аппаратура. Вот такая была. Причь во языцах по всей республике было в свое время слово ревербератор, когда особенно этот инструмент для звука, это нужен при записи музыки. Ну, и текстовой записи тоже бывало, что необходимость была. Но в основном это при записи музыки. И у нас такого инструмента не было, такой техники не было. И вот все время мы нуждались в этом. Ревербератор, ревербератор. На всех, почти у всех музыкантов на устах это слово было. Те, кто даже не знал, что такое ревербератор, он уже узнал, что это такое. То есть необходимость очень такая. И вот в одно время у меня была приятельница, которая работала на Всесоюзном радио в Москве. И вот зная тоже эту проблему, как-то мы созванивались с ней, и она говорит, к нам поступила новая аппаратура, а вот та, которая была, мы частично ее распродаем. То есть отдаем в другие комитеты. Ой, я когда услышала, что у них есть такая возможность нам выделить бывший в употреблении инструмент, это ревербератор, причем очень хороший ревербератор. Это австрийский VX-20. Это был еще ленточный, пленочный? Нет. Нет? Пружинный? Пружинный. Да, 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 он хороший, из хорошего качества очень был. И вот, наконец, вот мы смогли его привезти, и я вот потом, что называется, вздохнула. Вот. Аппаратура наша, на которой я работала, она уже, она была собранная частично, венгерская, немецкая, в сборе была она такая вот. И она пошла уже чуть ли не по третьему кругу своего срока пользования. Вот. И вот все то, что сделано именно на этой аппаратуре. Очень мы нуждались. Причем не стереофоническая запись была, а монофоническая. Монофоническая. Я правильно понимаю, что на этом оборудовании вы работали примерно до 2005-2006 года? Да, дальше, больше, больше. И потом уже перешли в цифровый формат? Да, а потом, потом уже другой аппаратуры. Уже мы, когда нас переселили из дома радио и вселили в дом телевизионный, ну, в помещениях, где телевидение находится, тогда уже никакой аппаратуры, никакой студии вообще ничего не, ну, ничего не было. И фактически это с 2011 года записей никаких никто не вел, потому что студии нет негде записывать большие формы, да даже малые формы негде писать. Нету студии, нет в республике концертной студии, а ведь она была. И все то, что сделано, все то, что вы слышите, все то, чем вы восторгаетесь сегодня, все это было сделано именно там, в этой студии, в единственной в республике студии. Должен сказать, наверное, поэтому, что не было студии, вот одна единственная студия, поэтому туда попадали только самые талантливые, те, которые умеют, виртуозы, и мы эти имена знаем. Да, нет, я не могу сказать, что не было исполнителей из художественной самодеятельности. Очень много было. Одно то, что сколько записано было мною этих героических песен, народных песен в исполнении ансамблей, там, мужских ансамблей. Да и по городу, по республике очень много было создано таких ансамблей. Это и Резван Царионов создавал, Володя Туаев создавал такие коллективы. В Аграрном университете Володя Туаев создал из состава преподавателя этого университета. Потом стала ими заниматься Ольга Джанаева. То есть коллективы были грамотные, были хорошие коллективы, было очень много записанных песен, именно осетинских, народных и героических песен. Мне было легко работать с людьми, которые отвечали за то, что делали, были ответственны за это. Вот человек приходил, скажем, певец приходил на запись, он знал ответственность свою перед тем сочинением, которое создал композитор и поэт. Он проникался этим и был ответственен за выполнение правильное прочтение именно этого. То есть я к чему это клоню? Были мастера. Я могу назвать и называть и продолжать долго. Это Яким Суанов, Илкан Кулаев, это Виктор Дзуцев. Бас единственный на то время до него был Хаджума Рабаев. Такая величина Хаджума Рабаев. Это такой голос, которым позавидовал бы любой театр. Не только России, не только Советского Союза, а даже мировая сцена. Да, вот такой был бас Хаджума Рабаев, Виктор Дзуцев, Долорес Белоонова. Ну, они все, вот я буду называть, и каждый из вас поймет, насколько они велики были, значимы в музыкальной культуре нашей республики. А сегодня, я не могу сказать, что сегодня их нет. Просто они по-другому все это делают, во-первых. По-другому подходят к заданной проблеме, к тому, что нужно сделать. И потом сегодня еще уповают на технику. Ну, если я там, скажем, сдетонирую, там, ниже, техника меня может поднять чуть-чуть. Тогда таких возможностей не было. Тогда никаких возможностей не было. То есть я заставляла, ну как заставляла? Опять-таки, я всегда говорила, это в ваших интересах. И, пожалуйста, пожалуйста, ну, потерпите. Я понимала, что это голос, нельзя его без конца заставлять петь, потому что это связки, это человек. Да, но по возможности, если у человека не получалось, или дикция в песне не слышна была достаточно, или интонирование было неправильно, я просила, ну, немножечко, чуть-чуть завысь, или немножечко, чуть-чуть понесь. И все это делалось в кусочках. В кусочках сегодня это очень легко. В цифре очень легко монтируется. Видно то, что не чисто, и то, что нужно. Слух сразу улавливает, да. Не то, что, даже зрительно это видно по полосе. По полосе это же видно. А тогда на пленке, это нужно было найти ноту ля, соединить с ре, или там с чем-то. И вот так эту пленку тянешь по головке туда-сюда, и улавливаешь. Да, вот здесь ля заканчивается. Надо здесь пометить, отрезать ее, и склеить с нотой фа. Дальнейший. Я думаю, что из современных молодых звукорежиссеров, они даже просто представить себе не могут, что это за работа. На компьютере сейчас просто сделают. Я и говорю, на компьютере. А тут, то есть, надо было физически резать пленку, и перемещать, склеивать заново. Услышать надо прежде. Прежде услышать. Отметить все могут. А услышать ее надо. И вот так это делалось. Здесь вот песня, вот я даже у мастеров. Я не помню такого случая, чтобы кто-то из певцов встал у микрофона, и песню от начала до конца. Нет. Вот я сейчас не точная. Я сейчас назову, кто один такой был с одной вещью. Сейчас скажу. Так вот, все это делалось в кусочках. Я могла начать с припева записывать и с финала. Или с первого куплета, третий, а уже в самом конце писать второй куплет. А потом это все соединить. Но возвращаясь к тому, о чем обещала сказать. Был такой певец очень талантливый. Очень. И ему вот не удалось. Вот даже на 20% того, о чем он мечтал сделать. Это был такой Валерий Сакаев, который погиб под лавиной. Талантливый. Такой у него слух был и память музыкальная. Как-то я записывала ансамбль. Бон Варнон назывался он у них. Я не знаю, сейчас он существует. Думаю, что нет. И он приехал сюда. Это ансамбль на север, во Владикавказ. Тогда Ржиникидзе. Сейчас, кстати, есть ансамбль Бон Варнон. Есть. И это тот или нет, я не знаю. Состав. Ну, состав, конечно, не тот. Это было в 1984 году. Вадим Харебов был в этом составе? Вадим Харебов был. Вадим Харебов. Вадим Харебов был выключен. И вот этот ансамбль исполнял одну грузинскую песню на грузинском языке. И пела это Валера Сакаев. Но все остальное, то, что мы записали тогда, все это было по-стински. А вот одна была по-грузински. И мелодия мне приглянулась, и я его спрашиваю, я говорю, о чем вообще это? Ну, понятно, что лирическое, о любви там все такое, ничего нового. А я говорю, а можно мы по-стински это сделаем? Почему нет? А ансамбль тогда приехал на очень короткое время, где-то дня на три, на четыре. Мы записывали, между прочим, после их концертов. В десять заканчивался концерт, и они приезжали ко мне, и мы всю ночь, вот это вот все то, что было записано, именно тогда, в это время писалось все. Ну, и значит, я записала отдельно фонограмму, без слов. Позвала тот раз Акукаева, поэта, дала ему послушать эту мелодию. Я говорю, она от тебя, как бы так вот, легла тебе на душу. Ну, ему понравилось. Я говорю, напиши-ка этой мелодии слова. Ну, с размером мы никак не могли. Он несколько раз приносил два, а не то три раза приносил стихи, и мы никак не могли уложить их в размер. Наконец он принес. Валеру попросила прийти. И Валера вот эту песню, о которой я сейчас говорю, и она сегодня, ее люди знают как Маде Майрам. И я, значит, когда все слова мы уложили в размер музыкальный, то я попросила Валеру прийти, и вот я ему сама вот так укладывала слова первые. И вот он два раза прорепетировал, не более. Вот помню, не более чем два раза. На третий раз встал от микрофона, и с одного раза от начала до конца спел. Единственное, там в конце есть вокалист. Вот это мы записывали отдельно потом на ложении. Песня стала очень популярной. Да. И вот она именно, я к чему это? Это пример к тому, что единственный певец, который от начала до конца, без остановки, вот это вот за свою практику, вот я помню, что только с ним записала. От начала до конца, без остановок. Да, это был гениальный. Гениальный он был певец, очень талантливый, и многое бы сделал. Причем, когда он приезжал, он, можно сказать, наскоками здесь бывал, то старался как можно больше, больше. У меня на то время были оркестровые минусовки, фонограммы оркестра Булата. Вот. И все, что у меня было для его голоса, все мы тогда записали с ним. Вот как будто он знал, что это надо быстрее делать, чтобы успеть что-то за собой оставить. Зоя Николаевна, а по поводу авторских прав тогда вопросов не возникало? То есть, взяли песню на грузинском языке, грузинская мелодия, и автор же, наверное, узнал, что ее перепели. Как тогда решались эти вопросы? То есть, никаких не возникало потом, во всяком случае, я не знаю. До меня не дошли никакие слухи, что вот кто-то возмутился или претензии предъявил. Нет. Зоя Николаевна, вот за всю вашу деятельность в сфере звукорежиссуры какой проект считаете самым главным? И вообще он уже случился? Вы его реализовали? Ну, все то, что сегодня я слушаю, мне приходится иногда слышать эфир. В основном, вы знаете, есть приложение в интернете, ретро-радио Алании. Вот недавно я узнала, знать-то я знала, потому что я составляю прайс-лист для эфира. Но я с таким удовольствием всегда слушаю то, что было. Это передачи 70-х, 60-х, 80-х годов. Причем не только речевые, а музыкальные передачи. То, что было записано. И я довольна этим. Хорошо, что это мне удалось сделать. То есть записать и симфонический оркестр, и всех солистов. То есть я как бы наслаждаюсь прежде всего этим. Да, наслаждаюсь именно. И довольна тем, что это сделано. Но самым таким удачей своей, я считаю, что мне удалось в свое время записать мастеров слова. Мастеров слова с нардскими сказаниями. Книга «Нардские сказания» от первой страницы до последней были записаны мною. Это Сланов, Костат, актер Гостинского театра, Мерденов, Юрий, Майербек и Каев, Давид Тимиряев, Саламов Николай, Бибова Таев. То есть они все прочитали, вот Мерденов читал главы Урузмага, из нардского сказания, персонаж Урузмаг. Это было поручено ему. А как это все началось? Как мне пришла мысль записать вот эту книгу «Нардские сказания». И сегодня кто-то их издал диском, где даже фамилии моей нет, что это записано мною, что звукорежиссер Зоя Газаева, даже фамилии нет. Просто не указали, и все. Конечно, я это не за один день, не за один месяц, не за два месяца, я это писала в свободное время. Актеров, они же заняты были в спектаклях, на выездах и прочее. То есть когда улучшали момент, я записывала. И вот это все осталось. Вся книга, аудио, вариант есть такой. Вот. И вот довольно этим. Вот этот проект, который мне удалось, я считаю, сделать, я этим горжусь. Пожалуй, только этим. А вот три года тому назад я сделала почти то же самое книгу Ирон Фандер. Ирон Фандер. От первой страницы, от первого стиха до последнего я собрала вот в единое. То есть то, что у меня было записано, вот стихи Коста, басни Коста, вот это в архиве то, что было. И то, что не доставало, то, что не было записано, это записалось с сегодняшними актерами. А там и Мирденов Юрий, и Майербек Икаев, и Петр Цирихов, и Серафима Икаева, и Майербек Цаликов. Они записывали. Кого из наших современников вы вровень поставили с ними? Ну, то есть пригласили записать? Ну, вот Ягалаова Анатолия записывала, Алана Алвегова, Роберта Битаева, вот, и женщины Розу Цирихову, потом Черчесову Диану, Тибилову Анжелу. Вот их дописала. Дописала с теми стихами, которые в свое время я не успела записать. И вот это, как бы, одна единая книга получилась, конечно. Я это сделала, музыкально-шумово оформила. И вышел диск, Ирон Фандер. Зоя Николаевна, вот за время всей вашей деятельности, за эти годы, ведь, наверное, неоднократно поступали такие предложения встать, может быть, уехать отсюда, ну, куда-нибудь в Москву, в Санкт-Петербург, и продолжить деятельность там. Ну, в свое время, когда я еще была помоложе, были, предложения были. Например, предлагали с выездом в Цхинвале там, чтобы студию и там жилье с квартирой предоставлять могли они мне. Вот, и... Ну, а поскольку ко мне приезжали на запись из Кабарды, из Ингушетии, из Грозного, вот, были, были предложения выехать, но я такой человек, что не могу я без Осетии. Не могу. Вот я, если выезжаю где-то там на отдых, что бывало очень редко, правда. Десять дней максимум, и все. Я не могу, вот, я не знаю, не могу я без Осетии. Я знаю, что в советские времена реализовывался проект под названием «Зорь и Кавказа». О! И это был настолько интересный и успешный проект, что, думаю, его уже в новом формате сегодня тоже можно было бы запустить, наверное. Так он и есть, он существует, он до сих пор существует. Вы тогда участвовали? Конечно, я даже диплом имею. Этот проект запустил в свое время, был такой, Геннадий Николаевич Булах, главный редактор радио был. И вот он этот проект создал, запустил, и участвовали в этом проекте не только «Зорь и Кавказа», не только «Зорь и Кавказа», она уже сама за себя говорит. Это наши соседи. Технически сложно же было все это сделать. Ну как? То есть, должны были в каждой из республик, которые участвовали, записать свою часть этой программы. Конечно. Потом, я знаю, ходили автобусы, встречались с этими пленками, и вы уже монтировали эту программу. Да, да, собирали воедино. То есть, непосредственно вы все это делали? Да, и вот когда 10 лет этому журналу исполнилось, всех собрали, всех руководителей этих комитетов, телевидения и радио, наших соседей, здесь, сюда. Вот праздник это был для нас. И тогда Всесоюзное радио выделило, то есть, награды получили. В том числе, я достойна была дипломом за такую, за эту работу. Да, он у меня где-то дома. Медаль в Аславо-Осетии. Это за труд в течение вот этого продолжительного периода времени или за что-то конкретное? Я думаю, за продолжительность. А я лично вам хочу сказать большое спасибо за ту огромную работу, я хочу все-таки это обозначить, чтобы все знали. Вот Национальный архив, начиная с 1949 года, вот эта коллекция, радиопрограмм, музыки, вот этих вот стихотворений, тот же Нардский эпос, который, вот вы говорите, выпустили на диске. Все это было на пленках в количестве пяти, где-то шести тысяч бобинных вот катушек вот этих. Вы, наверное, я не знаю, сколько лет заняло у вас, чтобы все это оцифровать? То есть вы не отходили? Пять, восемь лет, наверное, прошло, или вы еще до сих пор не переписали его? Конечно. Не оцифровано еще очень много. Сколько процентов оцифровано? Ну, вот если в процентном отношении, сейчас вот оцифровано может быть процентов сорок только того, что сделано. Это за восемь лет? Это да, это очень мало. Очень мало. Так вот, я хочу сказать вам большое спасибо вот за эту работу. Ну, это надо, это надо. Иначе вот как? Чтобы сохранить для потомков? Конечно, конечно. А вот душа, знаете, еще из-за чего болит? Из-за того, что сегодня ничего не делается такого, что сегодня приходится мне оцифровывать. А я ведь оцифровываю не только передачки, а большие полотна. Я имею в виду симфонический оркестр, оперу, опереты. То есть я веду разговор о музыке. Я очень, очень скучаю по этой работе. Очень. То есть я вот по истечении столького времени, когда вот мне удается иногда перепадает, можно сказать, что-то записать, я прямо с таким рвением, с такой жаждой это делаю, потому что это вот из-за этого я состою все-таки. Вот мне это для жизни моей просто необходимостью является записывать музыкальные формы, сесть у пульта и писать оркестр, слышать его, как играет каждая группа, как каждый инструмент играет, и насколько это слаженно, насколько это грамотно, насколько это радиофонично, насколько это... Понимаете, вы вот знаете, что такое звук, вы записываете это, и насколько это интересно, не мне вам говорить, так вот, вот этот интерес, которого я лишена уже сколько лет, и только из-за того, что этого это негде делать, а музыканты у нас очень хорошие, а вы думаете, у нас композиторы не пишут? Они пишут, они все пишут в папке свои, потому что это негде записывать, негде исполнять, вот эта студия очень хорошая у вас, студия хорошая, я ее отвечаю и отмечаю как хорошая профессиональная студия, да, но здесь же не запишешь даже малой формы оркестр, не запишешь, а хочется полотно записать, большой оркестр, ведь у нас очень много таких талантливых музыкантов, грамотных, вы думаете, и певцов у нас нет, таких, которые заслуживают внимания, но они в тени, их не пишут, им негде писаться, а чтобы записаться, для этого нужны какие-то средства, наверное, тоже, а у меня это делалось бесплатно. Из того, что мы сейчас услышали, я думаю, вопрос о том, что за это время возникала ли у вас мысль сменить род деятельности, профессию, то есть этот вопрос лишний. Ну, вы знаете, это вот, я сейчас последние два года занялась передачами, телевизионными передачами, веду их о тех, с кем мне приходилось работать, о тех, кого уж нет, да даже тех, которые есть, то есть интерес вызывают у публики, вот о таких людях, я стала делать небольшие передачки на телевидении, это на национальном телевидении, ну, я не знаю, они пришлись ли по душе зрителю или нет, это уже вопрос другой, встреча с прошлым это для себя, я считаю. Какие творческие планы у вас есть? Вот, я бы была рада сказать, громадье планов, но их нет, я знаю, что реализовать я не смогу, ни один свой план, то есть это все упирается опять-таки в студию, нету студии, а вот если бы была у нас концертная студия, которая была, в которой мне пришлось работать, в которой я все сделала, то, что мы сегодня имеем, тогда бы было... Вопросы не возникали бы. Да, никаких вопросов бы не было, я всегда договорю так, вот пробел тот, вот этот пробел достаточно большой, долгий, его нет, поколение сменится другим, и вот они спросят, а что именно вот от сель до сель, ничего не писалось, в смысле, композиторов не было, исполнителей не было, или что, ничего, неужели ничего, все молчали, все отдыхали, почему ничего нет, ведь вполне резонный вопрос они могут задать. Сейчас вот руководитель наш попросил, как бы, ну как, предложил, давайте возобновим запись спектаклей, спектаклей, и осетинских, и русских, и кукольного театра юного зрителя, иначе, вот давайте возобновим, то, что у них есть, снова начнем писать. яж прямо как глоток воздуха для меня, конечно же, конечно, и это очень хорошо, ведь опять вот вернуться к тому, что бывало, мы спектакли записывали, все спектакли почти, которые шли на сцене Остинского и русских театров, записывались на радио, и до сих пор имеют возможность радиослушатели наслаждаться этим. А вот сейчас, слава Богу, Тимур Владимирович решил возобновить. Наше интервью уже потихоньку подходит к концу, и хотелось бы услышать от вас совет, пожелания вот нынешним, сегодняшним артистам, звукорежиссерам, продюсерам, как сейчас называют их. Я хочу им пожелать только творческих высот, что в звукорежиссуре, что в исполнительном искусстве. И не быть всеядными исполнителями, я имею в виду, не браться за все, что им попадается под руку, а быть более избирательным, знать, что может прозвучать в твоем исполнении, в твоем, для твоего голоса, а что нет, а не хвататься за все. Это вот что касается исполнителей. Ну, а звуковиков просто правильнее их слышать, слушать. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время и появились у нас в студии за это полезное и интересное интервью. Поэтому, пожалуйста, примите вот этот букет цветов и подарок от нашего спонсора, от сети ресторанов группы компании «Бавария» сертификат, которым вы можете воспользоваться в любой момент. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо за доверие. Мира и добра вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо.